Назидание Ишаку У насреди на Афанде был норовистый Ишак. Он любил валяться на земле. Как-то Афанде сел на Ишака и поехал в Казихану по делу. Привязав Длинаухова к столбу, он увидел на сбруи прицепившуюся к ней колючку, рассердился и начал выговаривать Ишаку. «Ты кто? Да знаешь ли ты, что ты Ишак самого насреди на Афанде? И ты опозорил меня, которого носишь на своей спине, нацепил какую-то паршивую колючку, когда мой двор полон прекрасных цветов». Ишак стоял, опустив голову и шевеля ушами. «То-то же!» — сказал Афанде, и удовлетворенный пошел к Казихану. «Что тебе понравилось, то я и взял». Когда Хаджа ехал раз на осле, осел нагнулся и начал обнюхивать ослиный помет. Тогда Хаджа набрал помет в торбу и вечером повесил ее ослу на шею. Но осел заупрямился и, потряхивая головой, старался сбросить торбу. Увидел это Хаджа и говорит. «Ну, плевать я хочу на твое неудовольствие. Что тебе понравилось, то я и взял». Новый осел Купил на среди на Афанде на базаре нового осла и уже собирался ехать обратно, как вдруг вспомнил, что дома разбилась большая глиняная корчага. Поехал он в горшечный ряд и купил отличную корчагу. Недолго думая, надел он ее себе на плечи. Едет Афанде на осле, а куда не знает. Голова-то у него оказалась в корчаге, и он видит только ноги осла. После долгого пути осел наконец остановился. Афанде подумал. «Ну, я приехал уже домой и начал звать сына». «Помоги снять с меня корчагу!» Долго он кричал. Наконец, кто-то снял с него корчагу. Афанде огляделся и ничего не мог понять. И кишлак, и люди были чужие. «Да никак это Афанде!» Воскликнул кто-то. «Вы зачем же привезли к нам корчагу?» Только теперь Афанде сообразил, что осел завез его совсем в другое селение и рассердился. «Эй, Ишак!» — закричал он. «Ты хочешь, чтобы я поселился здесь? Тогда сейчас же перевези сюда мою семью. Это уже твоя обязанность!» И прогнал осла. Упрямый мул Ехал Насреддин, Джоха, на своенравном муле и никак не мог заставить его повернуть туда, куда нужно. Встретился ему приятель и спрашивает. «Куда путь держишь, Джоха? Куда мой мул меня везет?» Научил на свою голову. Аджан Насреддин всегда объяснял своим ученикам правила вежливости в обращении со старшим. Среди прочего, он втолковывал им, что ежели старший чихнет, они должны хлопнуть в ладоши и сказать ему «Будьте здоровы!» Ученики этого урока запомнили и всегда так и поступали. Однажды Насреддин Насреддин нечаянно упал в колодец и стал звать на помощь. Ученики быстро прибежали, кинули ему веревку. Хаджа схватился за нее, стали его тащить наверх. Вот осталось уже совсем немного. Вдруг от холода и сырости Насреддин как чихнет. Ученики его тут же выпустили в веревку, хлопнули в ладоши и гаркнули в один голос «Будьте здоровы!» А бедный Хаджа бух в колодец. Град Весной Насреддин Насреддин пахал поле. Пошел сильный град и иссек всю лысину Насреддину. Он бросил быков, схватил заступ, обратил лицо к небу и закричал «Если ты мужчина, разбей-ка голову этому заступу!» Осторожность. По воле Аллаха каждый раз, когда Хаджа собирался стирать, начинался дождь. И вот однажды он в очередной раз отправился на базар купить мыло. Конечно же, пошел дождь. Хаджа подошел к торговцу и сказал «Дай-ка мне кусок твоего сыра». «Это вовсе не сыр?» возразил тот. «Ты что, не видишь, что это мыло?» «Конечно, вижу, но я боюсь, как бы дождь не затянулся». Как бы верблюды не забрались на дерево. Однажды в горах Хаджа Насредин забрался на дерево и стал обрубать ветки. Вдруг он увидел караван верблюдов и закричал сверху погонщикам «Остановитесь, пожалуйста! Мне надо вам что-то сказать!» Погонщики остановили верблюдов Насредин говорит «Очень прошу вас, поезжайте дальше помедленней». «А в чем дело?» спрашивают те. «Видите ли, верблюды никогда прежде не видели гор. Я боюсь, они могут испугаться, забегут на дерево, где я сижу, и затопчут меня». «Зачем стирать?» Насредина спрашивают «Платье у тебя грязное, почему не постираешь?» «Оно опять станет грязным, зачем попусту силы тратить?» «А разве трудно постирать еще раз?» спрашивают его. «Разве я родился для того, чтобы заниматься стиркой?» воскликнул Насредин. Виноват старший. Хаджа Насредин пахал на своем поле и каждый раз, когда борозда искривлялась, принимался бить старого вола. Проходившие мимо люди сказали ему «Послушай, Хаджа, за что ты бьешь старого вола? Ты разве не видишь, что борозда искривилась из-за молодого?» Хаджа ответил «Я бью старого за то, что он учит молодого дурному. Так же бывает и с людьми. Ведь молодежь часто плохо работает, глядя на стариков. Всему учат матери Со двора Афанди убежал теленок. Бросился за ним Хаджа, но догнать не смог. Обозленный он вернулся домой, схватил палку и стал колотить корову. «Что с тобой, Афанди? При чем тут корова?» вступилась жена. «Как при чем? Всему учат матери, если бы корова не научила телка рвать веревку, разве убежал бы он?» отвечал Хаджа. «Если развяжется». Однажды у Афанди отвязался теленок и убежал. Схватил Афанди хворостину и стал хрестать другого привязанного теленка. «Зачем ты бьешь его?» спросили у Афанди. «Он не лучше. Если отвяжется, побежит еще быстрее», ответил тот. «Бык знает свою вину». Однажды во двор Хаджа на середину зашел чужой бык. Хаджа стал его выгонять и хотел ударить, но бык убежал. Вот через некоторое время хозяин запряг этого быка и едет мимо дома Хаджи. Хаджа это увидел, выбежал с дубинкой и стал бить быка. «Что ты делаешь?» закричал хозяин. «Он сам знает свою вину», спокойно отвечал Хаджа. Хаджа на середине горшки. Хаджа на середине купил однажды горшки, но не знал, куда их поставить и развесил на заборе перед домом. Для одного горшка места не хватило и на середине начал кричать. «Подвиньтесь, горшки!» «Подвиньтесь, горшки!» Кричал он, кричал. Увидел, что горшки и не думают подвигаться, взял дубину и все их перебил. А потом повесил оставшийся горшок на самую высокую жертв и сказал ему «Располагайся, горшок!» Голова коровы к кувшине У соседа на середине корова сунула голову в большой кувшин, чтобы напиться. Голова застряла и никто не мог ничего придумать, чтобы освободить животное. Наконец пришли к насредину и он посоветовал отрубить корове голову. Когда голову отрубили, она опять-таки осталась в кувшине. Тогда он велел разбить кувшин и вытащить голову. Все были поражены его смекалкой. Абба Малы Мала продал на базаре осла и ему пришлось возвращаться в свое село пешком. Дорога предстояла долгая, уже начало смеркаться и он не знал, что делать. В это время он увидел, что их деревенский староста собирается куда-то ехать, выводит из караван-сарая свою лошадь. Поспешно сняв свою абу, он сказал, «Господин староста, если можно, прихвати с собой и мою абу». «Хорошо», сказал староста, «а почему ты сам не едешь?» «Я же пеший», ответил Мала. «Ладно», сказал староста, «я возьму твою абу». «А кому отдать ее в селение?» «Никому не нужно отдавать, она сама слезет и уйдет». «Не морочь мне голову, Мала, разве аба может сама слезть и уйти?» «А ведь не поедет же она одна, я буду в ней и помогу ей». Письмо на Средину На Средину отправился по делам в соседний город и задержался там. Он написал родным письмо, но сколько не искал, так и не нашел человека, с которым его отправить. Тогда он сам отправился с письмом в родной город, пришел к себе домой, постучал в дверь. Выбежали дети, обрадовались возвращению отца, но он только сказал. «Я пришел не за тем, чтобы остаться здесь. Мои дела еще не кончились, я просто принес письмо». Он отдал письмо и, не проронив больше ни слова, вернулся назад. Сколько его не упрашивали остаться, хотя бы передохнуть, он и слушать не стал. «Глупое ты животное!» Увидел однажды Афанди рыбаки лодки смолят. Подошел, спрашивает. «Добрые люди, скажите, зачем вы это делаете?» «Видишь ли, Афанди», отвечали рыбаки, «просмоленая лодка воды не боится, да и легче скользит по ней». «Век живи, век учись», подумал Афанди, «надо с пользой применить это в моем хозяйстве». Пришел домой, взял кусок смолы, растопил его в ведерке, ходит по двору, ищет, где бы применить хитрый секрет. Видит, стоит осел, жвачку жует. Смекнул Афанди, самое выгодное сделать осла непромокаемым и быстроходным. Подкрался сзади и ну шарашить животное горячей смолой. Сбрыкнул осел, выбил ведерко из рук незадачливого хозяина и со двора. «Лупая ты животное!» развел руками Афанди. «Где тебе понять, что просмоленый ты будешь непромокаемый, да еще и быстроходный?» Возьми и себе. Собрался хаджа за дровами, а осел ни за что не хочет идти в горы. Вот кто-то и говорит, «Возьми-ка ты у москательщика нашатырного спирту и помаш ослу зад, посмотришь, как он у тебя побежит». Хаджа так и сделал. Осел от боли побежал. На обратном пути на хаджу напала слабость, и он решил на себе испробовать то же средство. Домой прибежал он раньше осла, и не будучи в состоянии сесть, все окружился по комнате. жена спросила его, «Эфенди, что с тобой случилось?» «Жена, если хочешь догнать меня, возьми и себе нашатырного спирту». Неблагодарность Однажды Хаджа вез на своем осле хвост. Заметив, что с одной стороны вязанка была тяжелее, чем с другой, он решил поджечь ее и выровнять поклажу. Осел, почувствовав огонь, бросился со всех ног бежать, а Хаджа погнался за ним, восклицая, «Неужели тебя кормили, но не поили? Почему ты так мчишься к воде?» Самому не понравилось. Однажды Хаджа сказал, «Это я выдумал есть хлеб со снегом, но и мне самому не понравилось». «Ничего, о!» Усевшись на глиняной приступке у своих ворот, на среди нафанде принялся есть толокно, сдобренное сахарным песком. Но как только он брал из миски горсть толокна и подносил ко рту, порывом ветра его выдувало и в руке ничего не оставалось. Сосед, подсев к нему, поинтересовался, «Что вы едите, мала насреди?» «Если и дальше так пойдет, то ничего», ответил ему афанде. Жареные семена В Дагбит откуда-то издалека прибыл весьма почтенный мула. Он пришел в гости к афанде и среди угощений на дастархане обнаружил жареный кунжут. «Оу!» восторгался мала, «Это очень вкусно!» «А как возделывать эти семена?» «Очень просто», отвечала афанде. «Берете такие семена и сеете». Мула купил семян, поджарил их и посеял. Конечно, у него ничего не получилось, а весь Дагбит потешался над ним. Необыкновенные воробьи На среди афанде завел стадо индюшек. Приезжий Мула, никогда их не видевший, зашел во двор и поразился. «О, что это за удивительные птицы!» «Ничего удивительного», возразила фанде. «Самые обыкновенные воробьи». «Велик Аллах, но что ты делал, чтобы они так выросли?» «Я кормил их орехами и изюмом». Мула наловил воробьев, сделал большую клетку и принялся кормить их, как советовала фанде. Прошло сколько-то времени, но как ни старался Мула, его воробьи оставались воробьями. Мула рассердился и снова пришел кафанди. «Ты обманщик? Воробьи не растут?» «Извините, господин Мула», спросил афанди, «А вы пускаете ваших птичек погулять?» «Нет, то-то и оно». Вернувшись домой, Мула открыл клетку и воробьи, конечно же, улетели. Мула и волки Однажды Мула рубил в лесу дрова. Волки напали на его осла и растерзали его. Мула очухался только тогда, когда от осла остались одни кости. В это время прохожий увидел волков, поднимающихся на гору и закричал «Мула, не упусти этих волков, вон они, поднимаются наверх». «Не кричи, голубчик», отозвался Мула. Волки наелись и поднимаются теперь вверх, зачем их беспокоить, пусть поднимаются сколько хотят. Беглецы Однажды в гостях перед насредином поставили поднос с изюмом. Среди изюма на блюде прыгало несколько кузнечиков. Насредин с трудом поймал их. «Что ты делаешь?» спросили его. И он ответил. «Я только поймал беглецов, прочие остались на своих местах». Если волк вырвется Однажды Хаджа пошел со своим учеником Имадом на волков. Желая захватить волчонка, Имад залез в нору. Случайно в это время лез в нору и волк, находившийся снаружи. Хаджа изловчившись ухватил волка за хвост. Волк начал беситься и метаться, засыпая землей Имада, который не знал в чем же дело. «Что ты колотишь ногами?» сказал он Хадже. «Ты всего меня засыпал землей». «Вот если волк вырвется у меня, тогда он действительно тебе всыплет», заветил ему Хаджа. Была ли голова? На средин с приятелем отправились поохотиться. В степи они повстречали волка, стали преследовать его и загнали в логово. Приятель насредина не хотел упускать добычу, полез головой вперед в логово и долго торчал так. Насредин видит, что он не вылезает, подошел и вытащил его за ноги, смотрит, а приятель без головы. Насредин удивился, вернулся в город, пошел к дому приятеля и спрашивает его жену. «Когда твой муж выходил сегодня из дому, была ли у него с собой голова?» Заколдованный круг жена Малы ухитрялась то в месяц, то в полмесяца раз угощать своего двоюродного брата. Но Мала изо дня в день старался отвалить его от дома. Двоюродный брат уже не мог угощаться на даровщинку, а работать все-таки ленился. Он оставался голодным, но обвинял в этом не себя и свое безделье, а Малу и искал случая отомстить ему. Однажды он узнал, что Мала собирается в гости в соседнее селение, где у него была замужем дочь. Мала хотел взять с собой много денег, чтобы купить на зиму масло и сыра. На значенный день брат жены переоделся, обвязал себе лицо, взял кинжал и сел на дороге, по которой должен был ехать Мала. Мала дал деньги жене, посадил ее на осла и, взяв оружие, отправился вместе с ней в путь. Двоюродный брат жены увидел, что идет Мала. Но как он выглядит? На поясе у него два кинжала, в одной руке сабля, а в другой копье? Тогда брат жены спрятался возле дороги и, когда Мала подошел, он выскочил, рявкнул и перегородил ему путь. Мала растерялся, двоюродный брат жены отнял у него оружие, начертил вокруг него круг и сказал «Попробуй перешагни только за эту линию, тогда сам узнаешь, что с тобой будет». потом он подошел к своей двоюродной сестре, та сперва в попыхах хотела ударить его, но он дал ей понять, кто он. Жена Малы поняла, в чем дело, и стояла спокойно. двоюродный брат отобрал у нее деньги, которые дал Мала, рякнул еще раз и скрылся. Жена подошла к Мале и стала причитать «Что за несчастье случилось с нами? Садись на слаженно и поедем». С мужчинами такие приключения бывают часто. «Ну хорошо», сказала жена, «этот разбойник унос все наши деньги, на что мы теперь купим и сыр и масло?» Мала немного подумал и сказал «Если дадут взаймы, возьмем и потом заплатим, а если не дадут, тогда и покупать не будем». «Хорошо, почему же ты, спросила жена, не осмелился ударить разбойника?» «Разве ты не видела, рассердился Мала, что руки у меня были заняты?» Жена промолчала. А Мала сказал «Хотя этот сукин сын унес у нас деньги, но я все-таки отомстил ему за это». «Как?» спросила жена. «Он начертил вокруг меня круг», ответил Мала и сказал, чтобы я не переступал через него. Но он зазевался и когда подошел к тебе, я ровно три раза переступил через линию. Принципиальность Однажды, когда Хаджа насреди отдыхал, по его усам пробежала маленькая мышка. Он вскочил, схватил ружье и застрелил ее. Жена сказала ему «Не трогал бы ты Хаджа мышку? Бежала себе, бежала, подумаешь? Убить ее только за то, что она один раз пробежала?» Ахаджа ответил «Дорогу, дорогу им надо сюда заказать, жена. Ведь за этой мышкой пойдут и другие. Попробуй их тогда остановить». Такой довод даже жену убедил. Беспокойный Бай Бай Абдужабар Би заночевал вместе с Афанди в одном караван-сарае. Только легли, как Бай разбудил Афанди. «Вставай! Пошел, кажется, дождь. Отведи коней в конюшню». «Никакого дождя нет. Откуда ты знаешь? Пришла со двора кошка, я ее погладил. Шерстка у нее сухая». Только Афанди заснул, Бай опять его будет. «Вставай и задой светильник. Свет мне мешает спать». «Ваша милость, замотайте себе лицо чалмой и спите себе на здоровье». Афанди захрапел, но Бай снова окликнул его. «Как бы воры не залезли ко мне в кошелек. Закрой дверь на засов». Афанди зевнул и воскликнул. «О Аллах, я уже выполнил два ваших приказания. Можете вы, наконец, господин, сами хоть пальцем пошевелить и крепко засну». Услужливые лягушки Жаркий день среди Афанди ехал на базар. Вдруг осел его свернул с дороги и полез прямо ворык. Сидевшие на берегу лягушки с шумом начали прыгать в воду. Сел испугался и повернул обратно. Афанди остался очень доволен. «Молодцы, болотные соловьи, нате вам за вашу услугу». И он кинул воду горсть медиков. «Купите себе халвы и наслаждайтесь!» Цена Абы Однажды Мала купил себе новую Абу. Он перебросил через причо и вышел на базар. Один знакомый встретил его и спросил «Малами, сколько ты дал за эту Абу?» «Десять рублей», ответил Мала. Не успел он пройти и двух шагов, как опять повстречался знакомый, который тоже спросил «Малами, сколько ты заплатил за эту Абу?» «Десять рублей», ответил Мала и ему. Так спросил еще один и еще и еще, пока Мале не надоели эти вопросы. Наконец он добрался до дому, разделся, лег и прикинулся мертвым. Жена подняла крик «Мала умер!» Все, кто услышал, собрались у ворот Малы. Когда Мала встал, поднялся на крышу и громко закричал «Эй, люди, слушайте и знайте, Абу я купил за десять рублей! За десять рублей!» Кто кого купил? Мала на средин шел домой, ведя за веревку быка, только что купленного им на базаре. И все встречные спрашивали «Сколько ты отдал за быка Афанди?» «Быка купили Афанди». Надоело это Афанди, привязал он другой конец веревки к себе на шею и пошел рядом со своим быком. Теперь на вопрос «Быка купили?» Афанди отвечал «Нет, бык меня купил». Муки Хаджина Средина У Хаджина Средина заболел и умер осел. Все вокруг спрашивали Хаджу, как осел болел и от чего умер. Наконец на Средину это надоело и он сказал «Мне жаль не только осла, но и самого себя. Кого я не встречу, каждый меня спрашивает «Насредин, что с твоим ослом?» «Насредин, отчего умер твой осел?» «Надоело мне всем объяснять». в сапожном ряду. Эпенди пригласили на той. Эпенди надел новые галоши и пошел. У входа в дом он увидел там и сям оставленную гостями обувь, которую никто не караулил. Эпенди снял галоши, завернул их в платок и сунул подмышку. В комнате было много гостей и Эпенди указали место, где ему сесть. Эпенди, не вынимая свертка, опустился на ковер. Человек, сидевший рядом, спросил Эпенди, «Наверное, это у вас редчайшая книга?» «Да, конечно», сказала Эпенди. «Не секрет, что это за книга и по какой отрасли науки?» «А по торговому делу?» «О, вы, наверное, купили ее у букиниста?» «Нет, я купил ее в сапожном ряду». «Как вычислить расстояние?» Насредин с женой отправились в соседнюю деревню. Через каждые десять шагов жена приставала к Хадже и спрашивала, много ли они уже прошли, долго ли еще идти. И так она надоела этими вопросами, что Насредин сказал, «Знай, что если мы пройдем еще столько, сколько нам нужно, да еще полстолько того, что осталось, да еще четверть разницы между этими расстояниями, да к этому прибавим получасовой путь, то получится как раз восьмая часть половины того пути, который равняется третье расстояние, которое осталось идти без четверти пройденного. Вот и посчитай сама». Больше жена с вопросами не приставала. «Посажу через три года». Однажды Хаджа Насредин сажал виноградную лозу. Шел мимо человек, решил подшутить на Хаджой. Поздоровался с ним и говорит, «Устал ли ты, Хаджа? Бог тебя благослови», отвечал Насредин. «Нет, пока не устал». «А что ты делаешь? Не видишь разве? Сажаю лозу. А когда рассчитываешь получить урожай? Даст Бог года через три. Зачем же ты сажаешь ее сейчас? Или ума лишился? Сажал бы сразу через три года», сказал и пошел себе дальше. Насредин сел на землю и стал размышлять. А ведь верно, умный это должно быть человек правильного доумного. Бросил он свою мотыгу и пошел домой. Жена видит, что он вернулся домой раньше времени и спрашивает, что случилось, чего ты так скоро вернулся. Он и рассказал ей, что посоветовал ему прохожий. «Дай ему, говорит Бог здоровья этому умному человеку и, как я, сам не додумался. Такую глупость затеял сажать лозу сейчас, чтобы только через три года собирать урожай». Хаджа мочится на крыше. Когда Хаджа укатывал крышу, ему вдруг захотелось помочиться. Он сидя начал пускать струю. В это время мимо дома проходил человек и подозрительно поглядел вверх, как бы собираясь подняться на крышу. Хаджа остановился. «Ты чего перестал?» спросил человек. «Если бы я не перестал, сказал Хаджа, ты бы мог схватить за струю, как за веревку, и взобраться наверх». хаджа 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 не так. Заминка насредина. Насредину понадобилось пойти в уборную. Он постучал, но никто не ответил. Он продолжал стучать еще некоторое время, а потом, рассердившись, вышел. Видит, никого нет. Тогда он воскликнул в удивлении. — Странный ты человек, коли тебя здесь нет, то надо было пораньше сказать, чтобы я зря не ждал. Дача на Эйлаге Один богач построил себе дачу на Эйлаге. Она имела несколько дверей и пять-шесть окон. Когда дом был готов, хозяин устроил пышные угощения. Был приглашен и Малла. Его спросили. — Ну как, нравится тебе дача? — Нравится, — ответил Малла. — Хорошо тут жить зимой. — Почему же зимой, Малла? — Разве вы не видите, — сказал Малла, — сколько здесь окон и дверей. Это же сделали не напрасно, а нарочно, для того, чтобы зимой было тепло. — Разве в доме, где много окон и дверей, бывает теплее? — удивились все. — Конечно, теплее, — объяснил Малла. — У нас в доме только одно окно и одна дверь. Когда мы зимой крепко закрываем их, то у нас тепло, как в бане. Теперь посудите, как здесь будет тепло, если закрыть сразу все окна и двери. А здесь уборную. Чтобы построить дом, позвал Хаджа плотником. — Вот здесь будет комната, здесь софа, здесь погреб, — говорил плотник. Когда они ходили так взад и вперед, плотник пустил ветры. А вот здесь, — заметил Хаджа, — нужно будет устроить уборную. Недоделка в доме Приятель Насредина построил себе дом и пригласил Насредина посмотреть. Насредин похвалил весь дом, но нашел, что в уборной есть недостаток, и сказал. — Дверь в уборную такая узкая, что приглашенных в гости разом не пустишь через нее. — Что они еще здесь делают? Однажды Хаджа прогуливался по базару и нашел Аспр. Подобрав его, он поднялся на возвышение, посмотрел по сторонам и удивленно заметил. — Почему на базаре столько людей? — Ведь потерянный Аспр уже найден. Что же они здесь делают? — Уходи. Как-то вечером Мала поручил жене. — Разбуди меня завтра утром. У меня есть дело. В город поеду. Рано утром жена разбудила Малу. В доме было еще темно, и Мала по ошибке надел папаху сына. Отойдя уже далеко, он спохватился, видит на нем папаха сына. Вернулся домой и начал ругать жену. — Я тебе сказал, разбуди меня. Почему же вместо меня ты разбудила сына? — Жена поняла все, сразу же нашла папах мужа и надела ему на голову. — Вот теперь разбудила тебя. Уходи. — Ищу сон. Афанди бродил по улице в полночь. — Что ты делаешь на улице в такое позднее время? — спросил его прохожий. — Да вот уже два дня, как я потерял сон, и теперь хожу, разыскиваю его. — Отвечал Афанди. — Траур. Пропала у Хаджи курица. Он нарезал несколько кусочков черной материи и повязал цыплятам на шею. — Что это значит? — спросили у Хаджи. — Мать их умерла. Вот они и носят траур, — отвечал Хаджа. — Кто же спаситель? Насредин и приятели сидели на берегу озера и пировали. После еды они стали мыть руки в озере, и один приятель поскользнулся и упал в воду. Все бросились спасать его, а Насредин спокойно встал на берегу, вытянул руки и сказал. — Подплыви, схвати меня за руки, я вытащу тебя из воды. Смертельно напуганный человек ухватился за его руку и попытался вылезть, но Насредин не удержал его, и они вдвоем упали в воду. Тогда остальные друзья попрыгали в озеро и с большим трудом вытащили обоих. А Насредин при этом говорил. — Спасителем-то был я. Если бы вы не увидели меня в воде, то не посмели бы прыгнуть. Эпенди и медведь Однажды Эпенди шел через горы и увидел невдалеке огромного медведя. Нераздумывая, Эпенди кинулся в лес и вскарабкался на большое грушевое дерево. Медведь спокойно подошел к дереву, обнюхал его и полез вверх по сучьям за грушами. Ночь была лунная, и Эпенди хорошо видел, как медведь срывал одну за другой груши и отправлял их в пасть. Лакомясь незрелыми плодами, зверь забирался все выше и выше, и Эпенди, пятясь от него, очутился на самой верхушке. Эпенди охватил страх. Он задрожал, как при страшном приступе лихорадки. Еще бы! Стоило медведю протянуть вверх лапу, и он бы наткнулся на Эпенди. Между тем медведь удалил голод и стал есть груши не подряд, а на выбор, какие получше. Он поднимал каждый сорванный им плод над головой и разглядывал его при лунном свете. Получилось так, что одну из груш медведь поднес прямо к арту Эпенди. Тот решил, что зверь угощает его, и испуганно заорал. «Спасибо, таксыр! Спасибо! Я не ем груш!» Медведь, ошарашенный неожиданным криком, рявкнул и, ломая сучья, полетел вниз. Утром Эпенди спустился по стволу и, прежде чем ступить на землю, потрогал носком чердака медвежью тушу. Убедившись, что зверь мертв, Эпенди сказал «Без смола!» вынул нож и стал сдирать с медведя шкуру. За этим занятием его застали дихкани, ехавшие на базар в город. «Ах, эй!» Стали они причмокивать языками, увидев, какого громадного медведя убила Эпенди. «Такому попадешься в лапы, костей не соберешь!» Эпенди, как ни в чем не бывало, поднял глаза и пренебрежительно сказал «Ай, развелось тут этих медведей! Если их не убивать, они все груши на деревьях поедят, голодом людей заморят!» И Плутовский усмехнулся в бороду. Субтитры создавал DimaTorzok